Ну, подождите, вот постепенно, вот видим дракона Юлю. Так что постепенно люди подходят. Дракон Юля. Запись у нас пошла, так что в любом случае опять в ближайшее время те, кто даже здесь сейчас не могут присутствовать, они обязательно посмотрят это в записи. И все сразу станет понятно. Шикарно. Все, отлично, народ, погнали. А сегодня, как и всегда, уже у нас такая встреча добрая. Каждую заключительную пятницу месяца мы встречаемся втроем и вместе с вами начинаем обсуждать новости нашей метавселенной. И она, несмотря на то, что сейчас разрознена, и мы будем здесь в данном случае обсуждать плавные три составляющие. Это, конечно, техническую составляющую, за это отвечает Илья. Потом Диана расскажет, что у нас по маркетингу, взаимодействие с другими метавселенными и главными реальными жизнями. Ну и я буду поддерживать данную беседу и, наверное, быть неким лицом сообщества. И после этого мы обязательно перейдем к вопросу. Я думаю, вы многие видели, что ребята сделали пост, благодаря которому вы с хэштегом AmoVideo могли написать и задать свой вопрос. Ну или же обязательно присутствовать здесь и воочию своим голоском задать его нам прямо здесь, сейчас. Вот. Так что ничего сложного. Все, как всегда, весело и задорно. Берите что-нибудь перекусить, попить, пока вы нас будете слушать. И я думаю, стоит начать, как всегда, по доброй традиции с Ильи и узнать, что произошло за этот месяц. Сейчас, конечно же, наверное, стоит и обсудить те самые билборды, которые были уже повсюду. Я когда первый раз их увидел, я нереально удивился, что как классно, что помимо теперь просто изображения можно увидеть видео и возможность потом в будущем транслировать туда, что ты захочешь. Как мне кажется, это high level для чего-то интересного и проявления себя, ну и, конечно же, для некой рекламки с рекламодателями. Спасибо тебе за такой прекрасный анонс, потому что, на самом деле, это одна из очень крутых вещей. Она получилась, скажем, не то, что случайно, а пришла, потому что оказалось, что такое решение для одного из проектов, которые мы сейчас запускаем, на их дополнительное время, естественно, оно наиболее оптимально подходит. Не загружать целиком видео в какой-то локации, а делать стрим видео на некой поверхности. Ну, вы видели, первая такая презентация была, это наш плоский мужчина в прекрасной форме российской империи, где стоим, да, это прекрасный человек, который создавал Петрозаводск, и это стрим уже, да, то есть это видео на альфа-канале, где, собственно говоря, любой из вас может таким образом списать себя, своих людей, знакомых, кого угодно, сделать эту презентацию, загрузить нам пока на сервер, например, да, и у вас будет вот такой вот вы, ваш друг, подруга, либо просто какой-нибудь помощник в вашем бизнесе, который будет рассказывать, в каком-нибудь месте, когда придет, например, человек, он будет рассказывать, что здесь происходит. Как дай, гид, по-русски это гид будет нормальный. Вот, но когда мы увидели, что это работает именно так, наш будущий разработчик как раз сделал именно этот продукт возможным, или позаблюжаемым, именно потому, что он приближается в сервер. А, ну, естественно, сразу же стало понятно, что следующий шаг – это рекламные площади, ну, или информационные, скажем так, билборды, которые фактически сейчас покрыли всю нашу планету. И мы войны запускать любое видео, любой видеоконтент. Это вот то, что вы сейчас видите, это довольно увесистые, на самом деле, произведения. И, насколько я понимаю, пока ни у кого не вызывает особых проблем, закачивание, да, 60 мегабайт. Весь контент, который конец на сервере, но вы его получаете, чтобы в момент поступления хоть не выгодно появится. Вот. Сейчас это реализовано у нас, конечно, немножко вручной, да, то есть, и если кто-то захотел бы вот такого рода сюжет тоже закрутить, это, конечно же, реклама, если что, то мы с удовольствием можем вместе с вами что-то сделать. Но сейчас в тестовом режиме мы загружаем ролики наших уважаемых, замечательных режиссеров из битвы студии. Два уже загрузили, третий тоже. Сейчас мы подходим, загрузим, у нас сейчас третий бутбор появится еще такой же. Вы знаете, так же, как и наши сундуки, они рандомно появляются на поверхности. И вот, собственно говоря, третий, ну и сейчас немножко расширим контент, еще больше мы сделаем, ну и будет вот дополнительный бутбор, и мы там всех наших режиссеров покажем. Плюс, привет, Android, у вас будет у первых, у кого будут те самые такие билборды, как бы, на стартовой странице, на стартовой поляне нашей, да, где мы в ближайшее время запустим, как вы это увидели, на презентационных роликах наших, потому что мы это снимаем в нашем демо-приложении, на нашем тестовом. Но вот на стартовой будет такие тоже табло, на которых можно, мы запишем гид, там, по поиску, серебра, еще какие-то вещи, там же будет информация о наших партнерских проектах, которые скоро мы в Инфур, надеюсь, запустим, а там тоже будут интересные игровые штуки, то есть примерно через месяц с небольшим, скорее всего, мы уже одеваем, и да, держим пальчики скречными, нам добавится, мы будем все камни, где у нас тысячи человек, которые будут тоже заниматься интересными вещами. Вот, ну, то есть это вот такая штука, да, почему мы везде упоминаем, что это NFT, потому что, по большому счету, мы можем предложить такой продукт, как выбор, разной формы, какой вам понадобится, мы попробуем в нескольких форматах, мы выпустим эту NFT-шку, и вы сможете, собственно, на своих землях гонять либо общий контент, как бы общую нашу сеть рекламную, либо какой-то свой контент, который нужно будет обгрузить. Но вот этот вопрос мы будем дорабатывать, можно как бы с нашей помощью на нашем сервере, либо мы будем грузить контент непосредственно с вашего хранилища на нашу землю, чтобы было абсолютно дезинпровизироваться. Илья, слушаю, у меня сразу тогда возникает вопрос, раз мы начали говорить о неких рекламных и промо-билбордах, тогда возникает такой вопрос. Если вот придут рекламодатели, и, например, есть лендлорды, которые могут представить такую услугу, естественно, рекламодатели запрашивают, сколько людей будут посещать данный ГЕКС, сколько просмотров с данного билборда может в приоритете иметь, будет ли какая-то статистика для арендодателей в данном случае? Либо по просмотру, либо по заходу вот в этот ГЕКС? Конечно, после того, когда мы отработаем вообще саму демонстрацию, да, мы будем добавлять статистические борт и статистические данные, как в принципе у нас запланировано тоже в... Я думаю, что в начале следующего квартала у нас уже появятся такие-то опции. Поскольку продолжая тему разработки на этой неделе как неделя закончилась, на следующей неделе мы будем уже тестировать нашу сквозную регистрацию и надеемся, что через неделю уже, допустим, первые замки, одна, одноземельные башни наши, да, рыцари, магистров и баронов будем осмотреть, когда они работают, будем начинать уже обработать технологию получения серебра и так далее. И, собственно говоря, это будет уже стартовый момент нашего мы двигаемся близко к краудмапу, может быть, плюс-минус нас немножко колбасит, но, знаете, то, что мы делаем практически сейчас очень, так сказать, близко к этой дорожной карте, которую мы выпустим. От нас попросили ее актомировать, переделать, как бы, мы это сделаем в следующем квартале, потому что мы надеемся, что мы выполним все свои задачи, которые мы обещали, уже в этом квартале, я надеюсь, основную такую часть задачи мы закончим. Ребята, у меня такой вопрос относительно вот замков, и правильно вы сейчас говорите, что уже они потихонечку будут внедряться, потому что они прямо уже где-то на пальцах вот здесь ощутимые, те самые небольшие наши здания. Такой вопросик, он, мне кажется, где-то витает, и я не знаю, может быть, кто-то это задавал, или это мне приходит на ум, вот когда наберется энное количество серебра благодаря замку, чтобы его обменять на Аркону, те самые наши любимые карточки серебра обмен, они тоже будут участвовать, или это только для серебра из сундуков? В настоящий момент это для серебра из сундуков. Мы по поводу замков предполагаем немножко другую механику, потому что сквозная регистрация подразумевает, что у нас появится с вами возможность подключить ваш криптовый кошелек, который, по сути говоря, и будет вашим аккаунтом в нашем мире, то есть не аккаунтом, он в гейм-центре, а крипто-кошелек будет ваш крипто- будет ваш аккаунт, крипто-аккаунт. Вот. И к нему мы будем привязывать все наши серебры, то есть что такое замки? Это инфотечка, то есть что такое земля? Это инфотечка, что такое домен, что такое титул? Это все инфотечки, и это, естественно, хранится на вашем аккаунте, на вашем крипто-кошельке, и оно останавливается на нашей земле. серебро это не крипто, это игровой продукт, но он уже будет учитываться в ближайшем тоже, мы надеемся, на следующей неделе он уже будет учитываться не на гейм-центре, в платформе, а уже непосредственно у нас на сервере. И таким образом мы начинаем взаимодействие и фиксацию уже у нас непосредственно на сервоках, и мы будем подведены. И здесь уже начинает объединение, сами понимаете, когда у вас есть ваши МПТ-шки, которые должны подносить вам серебро, и серебро, которое, соответственно, капает, мы его начинаем учитывать, здесь уже все немножко будет по-другому работать. Как мы за карточками поступим? Я думаю, что для охотников мы это время сохраним, может быть достаточно долгое, либо конвертируем в какой-то аналогичный актив, который можно будет держать и обменивать непосредственно без уже взаимодействия с нами, а автоматически. То есть все, мы двигаемся к этому, чтобы все происходило прямо в ней, прямо в такой реальности, по максимуму, и обмена, и так далее. Мы так с вами практически проговорили все наши технологические вещи, которые сейчас дорабатываются. Еще скажу, что мы уже заканчиваем модификацию нашего портала, и надеюсь, что тоже мы его допустим уже через короткое время подключим землю, опять продажу, и мы делаем его более динамичным, более интересным. Все на этом, наверное, окончено. Ну, подожди, давай еще немножечко, буквально, я думаю, все равно люди будут задавать данные вопросы, давай их немножко опередим. Конечно же, как идет движуха по андроиду, какие свежие новости, и когда уже полнейшая реализация и общедоступные, ну, видимо, из такого, знаешь, альфа-теста в общедоступный бета-тест, чтобы люди могли скачивать из плей-маркета без каких-либо там переживаний. Ну, как вот сейчас можно скачать на айфон, или iOS-устройство и не переживать, что что-то будет не так или как-то глючен. Ну, фактически сейчас полнофункциональные версии мы называем бетой, ну, на всякий случай. Ну, то есть, по сути, везде можно уже трубить и рассказывать, что версия для андроид, она, по сути, уже существует, и можно пользоваться, только надо посмотреть, есть ли ваше устройство... Есть один другой нюанс. Мы, когда говорим полнофункциональные версии, это арбита, то есть, с чем можно путешествовать в мире до полной рентки. Я понимаю, что основной вопрос все-таки, а как же серебришко? Вот. Это серебришко, мы как раз, когда будет создать регистрацию, подключение баланса к серверу, мы обойдем проблемы, которые мы нашли на андроид-версии. У нас и на аэросовской версии есть нестабильность с балансом, он теряется на андроид, он просто скрывается. И благодаря нашим помощникам и коллегам, которые поразбирались между этой проблемой, мы видим, что там большая дыра, поэтому мы залечим, когда уйдем как раз отгейм-центра и все у нас будет уже на наших собственных решениях. Но надо подождать, вот этой вещи нужно будет подождать, я думаю, недели-колторые две, и это будет работать сразу же. Собственно говоря, первый же апдейт такой, который мы запустим публичную версию сквозной регистрации, он будет и андроид, и аэроса не будет. Ну а сам по себе технологически как продукт с возможностью путешествовать, получать некий межсильный опыт в мире дополненной реальности это уже полный функциональный версий, все-таки на подъем на борту сатом. Я чувствую, что у нас весна будет очень горячей, теплой, и в данном случае мы получим все ништяки, которые только возможны, и следующая наша сессия в следующую пятницу следующего месяца, мне кажется, будет ух, какой огненный, ну да, 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 но дай немножечко здесь уже помечтать, о будущем и наслаждаться как будто все уже настолько работает, все настолько автоматизировано и децентрализовано, что невероятно кайфово. Илья, спасибо, лично я тебя никуда не отпускаю, не уйдешь, будешь отвечать на вопросы наших зрителей, слушателей, конечно же, охотников, которые охотятся за серебром, мы переходим к Диане. Диана, привет тебе тоже, конечно же. Привет. Входи в чатик и давай мы тебя здесь помучаем. Слушай, мне кажется, этот месяц на самом деле вот по какой-то движухе, связанный, конечно же, с технологиями, вроде был бы и такой увесь, но то, что произошло, связанный и с твиттером, да, какая пошла мощная движуха, которую ты сейчас расскажешь, поделишься результатами вот этой каждодневной твиттеровской мемной теме, что у нас пошел турнир драконов, так плюс еще и не одна, не только двух, а начинался с трехмасштабный турнир. Давай рассказывай, что за февраль по движухе вокруг нашей метавселенной. На самом деле, действительно, февраль очень веселый, классный, благодаря творчеству нашего комьюнити, мемы и твиты, которые радуют всех ежедневно, хохочут всей командой и, казалось бы, просто веселуха, а между прочим, какая хорошая инвестация, эти перелоконы и поисковая выдача, и как стало все это хорошо, благодаря вашей работе, правильным хэштегам, ежедневным интересным твитам и мемам, и это то, что органично, это то, что привлекает внимание к проекту, помогает ему хорошо находиться в сети. Поэтому это очень классная работа, она действительно проносит большую пользу. Это что касается твиттера, также, мне кажется, очень-очень интересная штука получилась у нас с битвой студий, и ролики, которые сделали ребята, они сейчас с нами как презентационные, мы отправляем их потенциальным партнером для коллаборации. Эти вещи не только живут на билбордах и продвигаются сейчас самими студиями и кланами, но и также они начали помогать нам максимально эффектно показывать. Любой может пойти и заказать промо-ролик рекламное агентство, а промо-ролики от комьюнити дорогого стоят, привлекают к себе внимание и удивляют. Поэтому это очень-очень полезная и классная работа, и мы имеем много-много еще интересных заданий для наших студий, которых, мы надеемся, будет больше, потому что две чуть-чуть, чуть-чуть не дошли до первой даже сайты, но мы уверены, что присоединятся и много интересных идей по этому поводу, которые, опять же, очень-очень помогают продвижению проекта. Поэтому это все очень здорово, генерация контента на высоком уровне. Что касается... Ну, это, в принципе, наверное, да. По турниру драконов посмотрим, завтра начнем ставить ставки. Очень интересно, мне кажется, не так, чтобы такое прям очевидно ожидаемые какие-то результаты. Очень все классно, азартно и непредсказуемо. Поэтому будем надеяться, что следующий турнир драконов, да, пройдет с андроидом, но мы просто решили уже не тянуть и пускай люди начинают. И вот этот сборочный турнир, мне кажется, довольно интересное такое решение, хотя, может, немножко все и устали, но мы благодарны нашим охотникам, что они смогли выдержать эти три дня боевые и в воскресенье также уже в финале покажут, на что они способны. Ты знаешь, здесь не стоит еще забывать на тему того, что, ну, как бы, может быть, устали, но серебришко-то остается у них на счету, и они в любой момент его, когда накопят, могут обменять, так что здесь выгодный взаимообмен. Да, плюс, они мотивированы, никакие результаты, которые люди показывают по миллиону, перебрав в день, мы вот просто поутру смотрим на статистику, и ничего себе походили ребята за денек. Действительно, очень-очень у нас профессиональные охотники уже в этих кланах. Здорово. Так, ну, наверное, теперь перейдем к любимым всем вопросам о всяких партнерствах. Мы в прошлый раз рассказывали о проекте Ava, в котором ты участвуешь, и с Ava у нас такая, значит, идет дальнейшая история. Мы для них создали тысячу маленьких башенок, замков. Каким-то образом они будут распределять между своим комьюнити, это их система, и через некоторое время эти башенки и замки также смогут фармить на токены Ava, если люди купят или арендуют землю в системе Арокона. Таким образом к нам присоединится часть комьюнити Ava, потому что им очень понравилась идея наша фарминговая программа с замками будут реализовывать уже для себя. Поскольку они качейновые, то вот на этом мы будем с ними очень интересно склеиваться. Какое время займет уже полно функциональный запас фарминговая программа Мэйванилу пока трудно сказать, но сейчас когда-то тоже по их планам они начнут раздавать эти маленькие замки сделанные специально по Dave'у, брендованные. Вот такая у нас получается коллаборация, и это первый шаг, посмотрим, куда мы выйдем с ними дальше, но первый шаг вот такой. Крайней мере это из того, что мы уже можем рассказать. А давай еще немножечко для наших зрителей, тот, кто не понимает, что это за проект, буквально вкратце, чтобы мы понимали, что Эйва дает нам, как участникам Аркона, я так понимаю, что вы, ребята, делаете, что они позволяют токен Аркона в разных сетях будет гулять, правильно я понимаю? То есть это такой мост на разные чейны. К этому мы идем, да, это такая большая технологическая история, но мы к этому хотим прийти вместе, да, совершенно верно. Чтобы они как бы вот ваш токен и изначально, насколько это возможно, почти с самого начала признали и позволяли вот благодаря своей инфраструктуре перемещать по разным чинам. Да, разные полы ликвидности, да, все, что у них прорабатывается сейчас, мы будем дальше делать вместе, совершенно верно. Это круто, это круто. Дальше, у меня вопросы накапливаются, но я потом скажу, да, потом. Хорошо. Дальше, из коллабораточек я больше мне сказать не могу ничего, потому что всякие идеи. Я могу намекнуть, что может получиться без названий, с одним интересным хакатоном, мы сейчас общаемся, будут нас взламывать, взламывать инфтэшки. Это интересно, нашим разработчикам эта идея понравилась, потому что прикольно, если у нас идет уязвимость какую-то, мы ее вместе золотаем, ну и это в принципе интересная аудитория, хакеры, ребята, занимающиеся кибербезопасностью, сейчас мы прорабатываем систему, что конкретно они будут это названывать, но это может быть такая интересная штука. Не буду названий каких-то конкретных, но если все окей, это будет в мае, это будет интересная пиаристая такая история. То, что говорила я, надеемся, что в апреле старца не одна игра проектная, опять же, пока без названий, это техническая сторона вопроса, но посмотрим, тоже привлечет большое интересное комьюнити к нам и новые для всех, это будет интересная игровая динамика другая, отличающаяся от той, которая есть сейчас у нас. игровая динамика, игровая механика. Так, это искала барашечек. Из наших историй и связанных с маркетинговой частью мы планируем запустить две реферальные программы. Сейчас у нас есть программа рефералочка, связанная с охотниками, мы будем делать две реферальные программы. Одна стартанет, наверное, уже на следующей неделе, для этого нам будет помогать наш прекрасный бот Ева, уже сейчас зайдите в свой профиль, у вас окажут ссылки реферальные, которые мы можем распространять. Что с ними будет? Еще не распространяйте на следующей неделе. Они будут для накопления опыта, и если вы раздаете где-то эту ссылку, кто-то по ней заходит, и мы дальше видим, что ваш реферал активен, в канале общается, участвует в событиях, соответственно, его опыт реферально попадает к вам, а опыт совсем скоро можно будет обменивать на наши МФТ. Система обмена сейчас вырабатывается, то есть вот были много разных вопросов, а зачем нам опыт, и вот мы таким образом начнем его использовать. С одной стороны будет интересно приглашать людей в канал, с другой стороны будет понятно, что эта активность трансформируется в реальные МФТ, которые имеют конкретную ценность. Это такая мы так ее пока кодовое название рефералочка активности, рефералочка опыта. Вторая рефералка будет, когда мы запустим до конца Marketplace, и это будет рефералка с продажами, она будет внедрена в продажи земель, и может, и мы сейчас ее разрабатываем со специалистами такими хорошими по реферальной программе, но это несколько позже. Будет, то есть, когда будет тоже выгодно распространять ссылку, по которой если люди покупают землю, соответственно, вам прилетает процент продаж, то есть, такая немножечко сетевой маркетинг, но в принципе стандартные методики по партнерским расширениям. Вот, это рефералочка вторая будет, ну, когда реконструируем Marketplace полностью, и внедрим туда эту систему подсчета. То есть, по ней я пока время говорить не буду, но это точно будет внедрено. Что еще? Что еще? Ну, наверное, пока вот так вот быстро все. Ну, давай тогда в течение разговора, быть может быть, что-нибудь еще вспомнишь, или прям на ходу мы что-то сновремо придумаем. Ты упомянул про хакатон, и у меня тоже дикое желание, давайте я сейчас дьяволом попытаюсь вас взломать относительно ваших, ну, не реферальных программ, а относительно того, что вы взаимодействуете с разными программами и делитесь NFT с участниками других вселен. Я думаю, мы все обратили внимание, что те ребята, вот в данном случае из Polars, да, явный такой активный, по крайней мере, был случай, которые получили свои выигрыши, и, видимо, из-за того, что к NFT-шке не прилагалось, по крайней мере, краткой инструкции или хоть какое-то объяснительное видео, хоть что-то, чтобы они подчеркнули информацию, для чего им это NFT, они что сразу начали делать? Они начали это на рынок, да, они выкладывать стали это на рынок, и ладно, если бы, давайте еще вот, ну, пройдем этот первый этап, да, на котором мы немножко спотыкнулись, раз, проходим его мимо, ладно бы, если они продавались бы по, ну, как мне кажется, хорошим ценам, да, за фиот, ну, по моим субъективным впечатлениям, от 50 и выше доллара, мне кажется, это оптимальная для него цена, если мы сейчас зайдем на рынок, то и за 18, и вот только единожды за 10 и 14 долларов разобрали данные фиоды, а все остальное не лежат. Как вы думаете, почему, ну, во-первых, случилась такая тема, да, почему люди не удерживают, ну, естественно, хотят фиксить, но вот где, как вы посчитали, как команда, они не зацепились и не остались в данном случае в проекте через вот эту NFT-шку? Я думаю, здесь надо учитывать аудиторию проекта, в принципе, на этапе, на этом, в Палархе, ну, по большому счету, люди еще не тратят никаких своих финансов, они играют на тестовые токены, и, ну, это, по сути, сценарий, модель поведения, и для них, то есть мы немножечко это не учли, да, но это мы видим, не учли одинаково все партнеры, которые с ними делали коллаборацию, одинаково все ситуации, сценарий, модели пользовательского поведения в данном проекте, и как бы они логично, ребята из Паларса, переносят, что все партнеры, это то же самое, да, то есть вы нам дали что-то, ничего не надо делать с этим, пошел, там продал, и здесь просто для них немножко сложноватый продукт получился, поэтому они стремятся продать, это нормально, и да, ты прав, что на перспективу с другими проектами, вот, например, сейвой, уже видишь другая механика, уже, мы уже этот момент учли, и здесь уже у ребят, с одной стороны, они получат красивую МСТ-шку, и во-первых, мы больше оставляем на стороне данной ситуации Эйва, что они будут парнить свои и токены, им придется больше запроса у себя, они просто что-то раздали и ладно, вот, этот токат, конечно, будет нами учтен, и инструкции, и все эти вещи уже в дальнейшем они будут, вот Илья что-то хочет добавить. Конечно, мы ушли, мы компенсируем опыт с товаросой, коллеги Эйва, когда раздадут свои башни, землю-то придется запрещать, на самом деле, к этому моменту, я думаю, уже землю можно будет арендовать, она будет стоить немножко дешевле, а то и намножко дешевле, как в аренду, ну, как положено, да, то есть, как раз, реконструкция нашего обит-произа позволит нам не только продавать земельные участки, но и сдавать в аренду нам самим, а потом мы доделаем, чтобы и вы могли свои земли сдавать в аренду, и тогда все будет очень интересно. Хорошо, я вновь продолжу быть таким провокатором, мне вот прям интересно. Смотри, а зачем человеку, который получил вот этот вот даже одну башенку, да, замок, зачем ему еще тратить свои собственные средства, чтобы получить землю, поставить этот замок на нее, да, нужен еще домен, я напоминаю всем нам, что три составляющие земли. Нет, 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 если я перебью сразу, мы механику с AVE делаем проще. Проще. Да, они будут иметь только одноземельные, значит, они будут фармить токены AVE, мы договорились, что они не будут, им не нужен будет титул и домен, только башня и земля. А зачем надо? Ну, если они этого не делают, у них просто есть красивая МФТ-шка. А если они хотят получить прибыль как бы с установки замка и обмена серебра на Аркону, зачем им, условно в кавычках, да, мы прекрасно понимаем, зачем им так париться, если они сразу могут на продажу выставить этот замок? Нет, подожди, еще раз, еще раз, они не смогут Аркону получать через свой замок и серебро. А-а-а, вот, это очень важно, ага, ага. Это такая локализация, понимаешь, да, локализация под конкретный проект. Это прям под их проект вы вот так прям заморотились, и тогда, получается, башни тоже будут уникальны, не такие, которые вот сейчас у нас в обиходе, да? Ты можешь посмотреть, ребят, посмотрите в чате, я выложил башню по одной из микроэнцевских. А давай я сейчас я прям на экранчик запущу, скинь мне, пожалуйста, ссылку на OpenSea, я для нас всех покажу на экранчик. Да, OpenSea их нету. Их нет, да? Ну ладно, сейчас. Пока. Сейчас, секунду. Просто в нашей части можешь увидеть, пока только скриншотик. Сейчас. Это брендованная флагейбл. Ага. Да, флаги просто. Я сохраню ее на компьютер, сейчас всем покажу, ребяточки. Это кейс как раз взаимодействия с разными проектами, именно дружба метавселенных. Слушай, а вот это, вот это классно, вот это интересно, да, что вы действительно получаете, ограничиваете круг и нет вот той самой свободы, где как бы нам всем хочется, да, эту свободу, но мы увидели, каков у нее результат, и здесь вы прям замыкаете, да, взаимодействие людей, чтобы они при этом все равно заходили в Аркону, но при этом так свободно не могли делиться, чем они хотят. Вот, ребятушки, смотрите, я сейчас за шею поделюсь нам на всех на экран. Вот так вот выглядит башенка. Слушай, симпатично. Симпатично вы заменили, получается, щит, да, логотип, и флаги, знамена вывесили проекты Эйва. Прикольно. Чисто брендинг, да. Это чисто брендинг. Блин, это мне нравится, за это точно. Лайк, видите, моя уже, мыслишка здесь, она отпала автоматически по теме того, что ребята просто могут... тоже расскажу, как внутри их системы выглядит Аркон, и как это чувствуют, и тоже тогда уже мы это все испытаем, посмотрим, как это будет классно и интересно. Мне кажется, сегодня тоже очень достаточно информативности мы получили относительно различных проектов, и я считаю, что в данном случае вот будет классно, если ребята, по крайней мере, в проекте Эйва будут действительно вот это пропагандировать и рассказывать, что вам нужно сделать то, то, как будто прям их нужно даже, наверное, будет немножко заставить, чтобы они подучили матчасть Арконы, и в нужный момент сразу могли говорить. Знаете, саморазрабатываем, вот же я забыла, да, мы делаем параллельно программу амбасадорскую, но в принципе образовательную такую, да, чтобы люди, изучая проект, отвечая на какие-то задания, получали определенный рейтинг, и это важно, потому что проект Арконы имеет определенную специфику, и поэтому, в принципе, да, матчасть мы разрабатываем так, чтобы все легко училось, и в том числе для Эйва тоже. Учитываем свои опыты, да, чтобы не прибегали потом. А зачем? А что вы тут делаете? Этим наш проект и замечательным, что у нас у всех есть опыт, и благодаря этому опыту мы становимся только лучше, интереснее, и самое главное, оптимизирование, децентрализованное, все, что присуще слову метавселенная, дополненной реальности, Аркона. Супер, ребятушки, в данном случае два направления, которые мы сегодня обсудили, да, конгломерата, которые являются в основе, это маркетинг и технологии, и третий, в данном случае, чтобы фигура стояла, насколько это возможно, это мы обсудим, что у нас произошло в сообществе. И, конечно же, мы не можем не упомянуть, ну, по крайней мере, вот то, что мне бросилось явно в глаза за этот месяц, две составляющие. Первое, это, наверное, что количество людей, которые обсуждают цену, что в одном чате, да, русскоязычном, что в англоязычном чате, в другие не лазил, поэтому, не знаю, возможно, там только в основе своей это происходит, но количество людей уменьшилось. Для себя я не могу, ну, как бы, ответить, почему такое произошло. Возможно, наша вот эта ламповая составляющая, по крайней мере, в русскоязычном чате разговоров о видео как раз, да, битв между монтажерами и различными тематиками, которые выкладывают, да, плюс еще твиты дня, как будто это все вымыло и место людям, которые хотят обсудить цену токена, им, конечно, как будто уже нет. Возможно, они создали отдельные чаты, в которых они могут пообщаться на эту, как бы, душесчипательную тематику, но, по крайней мере, это было с моей стороны замечено. Второе, что хочется отметить, все больше и больше людей начинают участвовать в наших движухах, и мне кажется, вот эта тема, связанная с Твиттером, большему количеству людей зашла, несмотря на то, что Твиттер не пользуется фаворе, как мне кажется, у нашего русскоязычного населения, все равно как-то вот эти вот даже истории, которые вот у ребят происходили с блокировками аккаунтов, да, мы все это прекрасно понимаем, по каким причинам все, но это же все равно интересно, это добавило жизни, и те самые шорты, которые в Ютубе тоже начали выкладывать, мне кажется, что это получилось как бы тоже прикольно, но меньше популярности, меньше движухи дало, чем с Твиттером, вот с вашей стороны, как вы для себя определили, вот у вас же было направлено по ТикТоку, да, Аркона, по Ютубу, все равно насколько вы пытались вот просмотреть короткие видео, большие, с Ютубом связанные, и с Твиттером, какая из данных социальных сетей все равно сейчас выстреливает лучше и дает более движуху нашему проекту? Движуху дается все в комплексе, Твиттер, на мой взгляд, больше привлекает людей, просто потому что, во-первых, нет ограничения с айфона, со съемками, и написать твит, создать мем, в какой-то степени немножко легче, но мы хотим, чтобы визуальный присутствующий максимально, потому что дополнена реальность этой визуализации, поэтому все в комплексе дает, именно то, то есть невозможно сказать, что если мы делаем одну субсцент, то это у нас даст хороший тех, на самом деле еще и не все соцсети нами хорошо охвачены, и над этим тоже ведется работа, чтобы было активнее Инстаграм у нас, который сейчас мы подключим, и еще один формат из-под кинем для видео, наверное, кто знает Инстаграм, понимает, о каком формате идет речь, и поэтому все соцсети дают эффект, мы будем продолжать его расширять, увеличивать все охваты наши, с КММ будет работать еще лучше и лучше, нужно все, и нужно быть везде. Ребята, наверное, последнее заключение перед тем, как мы начнем отвечать на вопросы наших зрителей, такая немножечко, ну, опять же, провокационная, но я это не делаю, конечно же, со злым умыслом, вы же просто меня знаете, я немножко даю все равно нейтральность, и насколько это возможно, тоже объективную точку зрения, я думаю, мы все все равно заметили, те, кто на регулярной основе мониторит чат, что появляются люди, которые высказывают недовольство, мы все знаем, как Илья своим суровым драконом явно показывает тематику блокировок, и это ваша данность, это ваш чат, который вы создали с вашими правилами, это нормально, то есть я думаю, все мы в любом случае все это понимаем, но как вы относитесь к тому, что участились все равно, мягко сказать, претензии по теме того, что вот, грубо говоря, в чате только происходит обсуждение, ну вот этих видеороликов, как вы на это реагируете, какие вы для себя делаете умозаключения, или, ну или просто вот типа баните, и все, типа вот, мне это интересно послушать. Мне не кажется, что мы когда-то банили за то, что обсуждение видеороликов, но повторение... Не-не-не-не-не, у некоторых людей, у некоторых людей в разной, абсолютно в разной интерпретации, временами бывают высказывания, что условно говоря, страдают все ерундой, и это не помогает развитие проекта. Да, вот как вы на это реагируете? Ну я коротко скажу, что мы страдаем ерундой для пользы проекта, и все эти видео, и все это работает на технологию, на проверку, на позиционирование, на все, чем мы занимаемся, на устойчивость, миллион всего, ну и на продвижение проекта, как я и сказала в начале, индексация лучше, поисковая выдача лучше, поэтому мы страдаем на пользу проекта. Если это непонятно, и это не очевидно, и мы действительно должны обсуждать только курс токена, не знаю, криптовые какие-то события, то... Не, ну окей, можно в срок год, но раз уж так сложилось, что в чате обсуждается, нам кажется, оно само зарождается, само получается так. Илья? Да, я могу добавить, Метавселенная, это проект, который собирают пользователи, а собирают пользователи, они генерят контент. Мы с вами начали с маленьких вещей, мы начали с картиночек в свое время, просто с криншотиками по сприложению, и это были первые очень такие робкие шаги, но мы начинали вместе с вами учиться, как что-то делать внутри мира, видео, это уже такие шедевры пошли по большому счету, которые действительно затрагивают уже даже не одного человека, а целую студию у нас получили. Это уже прототип как бы будущего, где люди объединяются для того, чтобы что-то создавать, совместный продукт. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время мы сможем перейти к следующему этапу, когда будет уже создаваться контент, фактически сейчас контент, который был создан, он создан для мира, оказался, потому что мы показываем эти видео, но когда-то будут уже и 3D-модели, и какие-то сюжеты, игры, то, что угодно. Это как бы прототипы, такие объединения людей в экосистеме, это когда свободно люди самоорганизуются для того, чтобы создавать какие-то вещи соответственно. Поэтому контент-генерейтер, как говорится, юзер-контент-генерейтер. Контент, который производит пользователь, это и есть основа нашего мира. Надо только так это будет создаваться. Системный контент когда-то уйдет в прошлое. Или будет, условно говоря, фоном неким, биграундом, а основа, как бы, самая интересная вещь, будут творить в замках, в дворцах, в выставках, в эвентах, в театральных, шоу каких-то и так далее. Вот то, что можно будет придумывать, то, что можно будет сделать пользователями. Жителями аркога это и будет самый хайп, самая интересная штука. Мы начнем с 7 с 8. Поэтому я так понимаю, что бывают люди, которые интересно было бы о технологии поговорить. Как ребята говорите, спрашивайте, интересуйтесь, обсуждайте. если большинство людей, которые в канале сейчас в чате, с удовольствием обсуждают творчество друг друга и выдирают, словно говоря, косички и бородненки друг к другу, то это довольно мило, забавно, до тех пор, пока это просто не переходит в оскорбление. Когда приходит в оскорбление, мы немножечко делаем паузы. Это нормально. Тут надо нам себя друг к другу научиться любить и уважать. И понимать, знаете, каждый творческий человек, когда что-то делает, он очень переживает, когда кто-то другой ему говорит, а что такое сделать за говно? Да? Тут надо привести уважение к другому творческому человеку и сказать, я вообще-то могу сделать лучше, чем ты. Давай-ка я сделаю, покажу, как надо. Делай. А просто говорить, что ты там наделал, это приводит в результате к конфликтам периодически. И мы, извините меня, конечно, приходится иногда просто вырубать спорщиков на некоторое время. Мы потом с большинством в личке общаемся, и я так вот объясняю, почему это произошло. Не надо друг друга обижать, надо жить дружно. Мир так устроен, что если мы друг к другу плоднемся лишний раз, то и на встречу к нам пойдем у нас. Не надо. Батлы, это не очень хорошо, и мы знаем, что это реально не очень. Хорошо. Здесь пример ближайший нам это покатил. Надо быть другим. потому что мы должны еще дополнительно помнить, что децентрализация не равняется слову анархия. В данном случае взаимоуважение это понятное дело, но я все равно для себя здесь задумался, почему же люди вот так реагируют, все равно у них какая-то должна быть причина, что чикает, у них этот огонечек язву внутреннюю раскрывает. Мне кажется непонимание соединения о том, что сейчас Диана проговорила, вроде бы базовая такая вещь. Действительно, мы генерируем контент, мы его поднимаем наружу, тем самым показывая, что проект живой, вы показываете это все своим представителям, через представительство вы показываете своим спонсорам, вы показываете, расширяете это насколько возможно, но вот видимо человек не может, ну или там группа людей не может соотнести, что это все действительно взаимосвязано. Но у меня здесь маленький вопрос. Ребят, а как вы думаете, может быть, это тоже происходит из-за того, что огромное количество контента, с учетом того, что мы действительно русскоязычные люди, мы действительно много чего генерируем на своем родном языке, и это круто, но быть может быть именно этот момент, что мы замыкаем себя в русском языке и не выходим через увеличение контента, связанное на английском языке, может быть, это тоже триггерит ну таких людей, которые думают, что ба, понятно, ребята там загнулись на своем рынке русскоязычном и все, что-то там локальные мемы какие-то создают, в песочнице играют и никуда не выходят. Может быть, это тоже как бы вот такая составляющая, что английского языка нет. А ты обрати внимание, да, может быть, но ты обрати внимание, что все больше и больше ребят пишут твиты на английском. Да, 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 не, 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 смотри, я это здесь говорю как бы даже не от своего мнения, я говорю как бы вот противопоставлено. Ну, ты, кстати, абсолютно прав. И да, мы тоже общались с партнерами, получали этот вопрос, а почему так? И мы начали мотивировать, да, баллами, опытом, чтобы английский был. И этого все больше. И ты абсолютно прав. Но какие шедевры делает всем известный человек ОВД в английском канале, согласитесь? Он же пишет историю мира на хорошем английском языке. Он помогает нам. Пусть их мало, да, там, но это помогает нам быть из-за пределы меж тем, да? Диана, можешь? И английский язык, да, дает нам международность. Позводишь, я скажу? Я не слышала? Позводишь, я даю слово. Да, конечно. Есть маленький, не вам, если мы были филиппинцами, у нас был бы базовый филиппинский по-моему. Но есть важная штука. ОВД, он, по-моему, наш друг из Хорватии, да? Другие есть ребята, которые активно с нами сотрудничали в период времени, там, из Испании, из Латинской Америки и так далее. Это разродненное комьюнити. У него нет общего ментального кода. Если бы мы, условно, я почему-то про филиппинцев сказал, ну, окей, если бы мы были немножечко ближе, там, англичанами, например, да, и мы бы могли генерить, не как паунды, могли бы стать ядром британского комьюнити, джангами, ментерами, настоящими, да, как бы этого очень нам хотелось, но пока мы к этому идем уже. Но, это означает, что нам нужно, мы все равно бы тогда из общего английского чата у нас получился бы локальный, британский, а может быть, локальный даже ландинский, да, чат, и там бы люди, которые объединены общим комьюнити, эмоциональным, я не знаю, общий эгрегор, как это называется, да, они бы общались вместе с собой, и все остальное английское комьюнити выглядело тоже, как, эй, админ, когда пампы дам, и все. И это важно. Когда-то, возможно, что нам присоединиться какой-то комьюнити, с другими языками, где будет тоже, как вот в русском сейчас создаётся, но мы, на самом деле, знаешь, когда ты говоришь, что вот, только в русском, слушайте, буквально несколько месяцев прошло, как вообще это всё организовалось, иначе вот так интересно работать, мы же вместе с вами это изучаем вообще, как он работает. Возможно, что, поскольку наш белый дракон, старый белый дракон хорватский к нам присоединиться, он нам пока, он дает, он работает на английском чате, и он, я думаю, что рано или поздно тоже с его помощью мы себе дадим какую-то группу, которая будет там продвигать это на английском языке. Ну, понятно. Я могу повторить, но это, опять же, это не моё мнение, я искренне считаю, что это круто, что люди себя проявляют и показывают своё желание творить, потому что без этого желания не появляется ничего нового, это намного-намного лучше, чем просто сидеть и просто мониторить цены, это понятное дело. Я здесь выступил, как говорю, противоположно для вас стороны, почему люди, вот всё равно раз в какое-то время, и я это сказал, потому что, ну, с моей стороны, вот по крайней мере, по субъективному впечатлению, это участилось. Вот и всё. Возможно, потому что проект разрастается, и следовательно, таких людей тоже приходит больше, и они точно так же себя проявляют. я всего лишь задумался, почему. Тогда можно, если мы были, если мы были чуть более жёсткими, я просто сказал, смотрим отчасти, прочитай, что это метавселенная, и после этого вернись и спроси ещё раз, что вы делаете. Это верно. Делаем метавселенную. Ух, у нас сегодня разговорчик, мне очень нравится. Он, мне кажется, невероятно полезен, а самое главное, в очередной раз показываем, что с помощью разговоров можно узнать мнение любых людей, и абсолютно для этого не нужно что-либо кричать, ругаться и так далее. Этим и прекрасен наш мир, что мы можем общаться и открыто высказывать. Опять же, здесь очень важно в доброй форме друг другу то, что мы считаем нужным. Ребятушки, мы почти с вами час времени здесь как раз посвятили февралю, насколько он для нас в русскоязычном, по крайней мере, в русской территории, русской зиме он холодный, где-то в других частях он может быть потеплее, и весна к нам наступает, улыбки, я думаю, тоже, и витамина D становится больше. Давайте мы будем переходить к вашим вопросикам, которые явно у вас появились, и либо вы в чатике что-либо писали, я сейчас тоже буду мониторить, либо вы поднимаете ручку, и мы вам даем слово, можете камеру не включать, и просто задать ваш вопрос абсолютно любому из нас и услышать ответ. Давайте начнем именно с аудио-чата, да, с видео-чата в данном случае, кто хочет прямо напрямую пообщаться, может быть, просто привет передать, так тоже было бы приятно услышать вас вживую. Ну, кто? Я, пожалуйста, я сам хочу сейчас передать привет Максиму. Максим, классный заставник этого вообще. Денис, видишь в чате, что творится, какие-то... Сейчас, 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 да, я переключусь, я просто и туда, и туда слежу, вот у нас Сергей поднимает руку, давай, говори, а я пока почитаю, что в чате происходит. Так, привет всем, не видно, слышно? Похоже, да, отлично. Я тут немножко долго держу руку, поэтому, если не против, тоже по прошлому вопросу свое видение скажу, оно такое позитивное. Ну, раз никто не против, ладно. В общем, по поводу англоязычной аудитории и ее количество, я хочу зайти сначала немножко далека, если вы посмотрите какие-то прям имена, активные сообщества, то есть такая великолепная фраза от наумного человека, русских абузеров боялись даже китайцы, потому что неважно какой это проект, чей он страны, если там есть СНГ-комьюнити, его всегда больше, оно всегда активнее и быстрее. Такое уж у нас комьюнити. По поводу англоязычного комьюнити, у нас мы готовим множество разных ивентов и конкурсов, будем работать, продолжать, надо локализацию нашего контента на английский язык и более его доступным, доступного употреблению, скажем так. Например, мы недавно Вики перевели полностью на английский и в бота добавили. Поэтому не переживайте, ребят, как только будет больше людей, а их будет больше, уж поверьте, у нас и живут разные чаты, я верю в то, что это будет не только англоязычный чат, а английский, лондонский, ирландский, какой угодно. Просто нужно больше людей и больше ивентов. И вы, кстати, с этим очень можете помочь и очень помогаете. Если вы заметили, такие на английском языке очень сильно разлетаются в нашем официальном канале аккаунта Twitter, и люди их лайкают, это им нравится. Вот. Такие дела. Поэтому все будет, вопрос времени. Да, присоединяюсь, немножко времени будет. Ну, плюс к всему с нашими коллаборациями, о которых Диана говорила и о которых Диана не могла говорить, будут еще экономики и более сплоченные из других проектов и других стран. Скорее всего, даже локальные, ну, скажем так, скорее всего, в Латинской Америке посоединятся, и в Вьетнаме. Это очень здорово. Я думаю, еще у нас амбассадорская программа, очень много ребят отключат, говорящих на других языках, потому что будем активно работать и вовлекать в создание именно контента и его локализацию. Еще хорошую новость я сегодня принес, как обычно это бывает на АМО. Максим сделал замечательные монетки, и мы уже дорабатываем функционал в боте, и скоро, скоро, совсем уже скоро можно будет их купить картой буквально. И именно заказать через бота, и уже купить, подержать в руках. Вот это у нас. Нет, это вообще отдельная тема. Ко мне каждый раз, когда в гости сейчас заходят абсолютно разные друзья, и каждый раз, когда посмотрят на мою полку с настольными играми, я рядом их поставил, в открытую, вот в этом футляточке, так, чтобы все было видно. Прибежит, пишет. Я такой, ну давай, мне интересно сначала подумать, ну, услышать, что они говорят. Очень многие думают, что это действительно какая-то коллекционная тема, которая продавалась в банке, в каком-либо случае, любое наименование себе произнесите. Я говорю, ага, сейчас, бери выше. Они такие, что, прям облигации какие-то игры? Понятно. И всех отправляю в Аркону, но, что отмечают все, что действительно очень прикольный, уникальный дизайн, и качество материала всех очень радует. И я очень рад за Максиму, что действительно у него получилось реализовать тот самый домен, который мы видим всего лишь в виде а-ля гифки, да, видео, которое что-то крутится, материализовалось. Можно потрогать и надеюсь, в ближайшем будущем действительно у многих это получится. Да, очень крутые монеты. И, не знаю, могу я говорить такие вещи или нет. Ну, в общем, наверное, так, очень аккуратно намекну. Скоро у нас Ева научится не только считать, разговаривать и реповодить, скажем так, она еще скоро, возможно, с вами будет как-то играть. Так вот, намекну. Надеюсь, ничего страшного. Поэтому ждите. Это будет очень интересно, я считаю. Интриганка голосе. В принципе, конечно, все раздавало. Хорошо. Спасибо. Сергей, спасибо. Ребятушки, есть кто у нас еще хочет задать вопрос? Один очень важный нюансик. Вот Сережа сейчас действительно сказал, что он долго тянул руку. Напомню, что в Телеграме еще до сих пор не обновили, к сожалению, данную ерунду, что вы могли поднять руку, и мы действительно это могли не увидеть, либо мы разговаривали до этого, и у вас как бы время удержания данной руки вверх, оно прошло, и вы хотите нажать еще раз вновь вверх поднятие руки, а кнопочка может не работать. Для этого вам нужно перезайти в наш видеочат, то есть просто покинуть и вновь зайти. Тогда у вас вновь будет возможность поднять руку, и мы это увидим. Поэтому даже если у вас сейчас рука поднята, лично я как администратор вот сейчас не вижу ни одной поднятой руки. Поэтому вот такая тема. Вот так. Что у нас творится в нашем просто текстовом чате? В текстовом чате топят за меня, ну в данном случае за мою позицию англоговорения, но опять же для этого мы и есть сообщество, мы все все высказываем, прислушаемся друг к другу, и делаем то, что вместе считаем нужным для общего развития проекта. Ребятки, поднимайте руку, тогда вот как раз опять же пример создания метавселенной, он не обязательно только в дополненной реальности, но и еще плюс ко всему здесь на нашей ежемесячной АММА-сессии видеостриме. Карина, привет. Денис, да, я видела Карину. Здравствуйте, очень рада вас видеть, всех троих обожаемых. Вот, хочу спросить, хочу передать привет, Денис сказал, что можно передавать привет, и вот я сейчас прям от всей души передаю вам свой привет пламенный. Желаю всем мира, ребят, всем добра, время тяжелое сейчас у нас у всех, и наверняка все следим за событиями происходящими в мире, и поэтому всем, 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 где бы ни находились, добра, мира, любви, благополучия, и мира самое главное нашим детям. Хочу спросить вот о чем, картами, дрим-картами, как можно, я просто не совсем в начале в проекте, вот, поэтому кое-что недопонимаю, может быть, у нас таких, как я, не очень умных, еще пару штук есть в чате, вот, поэтому, когда можно будет воспользоваться этими дрим-картами, и что это, собственно, это все-таки обмен на землю, либо это скидка на землю, объясните, пожалуйста, специально битупы. Спасибо большое. Диана, давай. Да, это покупка сейчас земли, или вы получаете эти карты, подарок, награду за участие в конкурсах, со скидкой, на которую потом вы обменяете на землю, как только мы вернем наш портал, на котором будут продажи не лезть. То есть, по сути, это такой спецификат земельный. Просто карточки, которые сейчас мы отдаем, подарок, их можно будет обменять на землю, без всякой скидки. Обменять на землю, да, а если вы ее покупаете, покупаете, то вы получаете, по сути, покупку земли со скидкой. Но, скорее всего, Карина говорит о тех картах, которые получают наши уважаемые творцы кино. выходные на землю. Те, которые вы модели, вы просто меняете на землю. Да, наверное, когда? Надеюсь, что в апреле. У нас, кстати, если вы поч... Да? Да, да, простой. Извини. Молодцы. Да, я хочу сказать, что написан текст про эти карты в коллекциях, в описании коллекции. Так что, в принципе, там эта информация есть, что есть быть карта. Так что, вы ее будете менять. Спасибо. Ограничение только получается на количество земель, да? Правильно, ребята, ограничение только на количество, а не на место. Место любое, доступное, можно... Конечно, любое. То количество земли, которое указано на карте, на то вы меняете 3377, а место любое, свободное к моменту вашего обмена. Да, а скажите, пожалуйста, будет шапка-невидимка, чтобы спрятаться можно было где-нибудь, чтобы не видели эти люди, которые будут потом ходить серебришко отбирать у бедных женщин, у которых мало земли. Куда-нибудь можно спрятаться, чтобы не видно было какую-нибудь шапочку-невидимочку? Будет дракон. Какая идея. Будет дракон. Уже же шлем есть против дракона, вот возможно, какая-то гидронизация против охоти. У меня есть красненький дракончик, я богатенький буратино. Тогда шапка не нужна, дракон будет охранять ваше серебро. Это будет хорошо. Но если понадобится, мы можем шапку сделать и, наверное, самолет, все что угодно. Это же фантастический мир. Все что угодно можно сделать. Карина, спасибо за вопрос. Мы переходим дальше. Я вспомнил лично из чатика давным-давно то, что у нас под хэштегом задавался. Вообще тоже так опять мимолетом идет, что там по гран-при. Многие нео, наши неофиты, которые к нам присоединились совсем недавно, возможно, не знают, что в давние времена несколько месяцев назад, возможно, где-то, наверное, месяца 4 примерно назад, начиная с лета прошлого года, и было колесо фортуны в другом его амплуа, и Лас-Вегас, да, очень много всякой интересной движухи было. И тогда победители различных конкурсов и интерактивов получали билетик. Вот только тот, кто занимал первое место, получал билетик на гран-при, и вот некоторые люди, которые как раз олдфаги, да, вместе с нами прошли этот путь, регулярно задают этот вопрос, что там по гран-при, когда, каков будет интерактив, жду от вас подробностей. Илья? Хорошо. Хороший вопрос. Следующий вопрос. Это была шутка. Шутка, шутка. Гран-при будет, когда мы запустим Android, и это будет один из проектов, связанных с кланами драконов. Мы сейчас начали немножечко предлагать усилия, чтобы было понятно, что за такие вещи придется немножко платить, делать ставки, да, и так далее. Ну, понятно, чтобы мы вместе с вами как бы поднимали этот призовой фонд. Но участники гран-при уже все оплатили. Они смогут встать... те, кто веет билетики, да? Мы просто пытаемся с вашей помощью совместными усилиями создать условия, при которых количество конкурсов, вернее, соревнований, которые мы устраиваем в драконе, да, гон нашей игры на выживание, все такое. Как только потеплеет, мы проведем гран-при, но мы собираемся собрать большой призовой фонд, но совместными усилиями, чтобы не было просто, знаете, раздали свои подмышки в счастливе. Поэтому мы хотим, чтобы мы все вместе с вами подготовили такой-то гран-при. Класс. Я в данном случае... Клан-драконов это один из первый шажок. Все, моя совесть честна, ребяточки. Мы отстрелялись, мы задали этот вопрос, ждем и будем держать вас на чеку. Мы помним. у нас Дмитрий. Да-да-да-да, Дмитрий, да, сейчас мы дадим трубочку Дмитрию. Дмитрий, секундочку, вот, ты можешь говорить. Вот опять, кстати, ручки уже не было у меня лично видно, только она пропала. Но мы помним, что Дмитрий поднимал. Хорошо. Всем привет, всем привет. Рад хорошим новостям. Я, наверное, хочу высказаться немножко по теме рекламы. Самое главное, начнем с Твиттера. Что удивительно, я участвую с самого начала, где-то день 15 или 16 я удивился, честно говоря, сам не ожидал, что меня, скажем так, ретвитнули те люди, у которых там 85 тысяч подписчиков и не столько же как бы читателей. То есть это может быть, скажем так, у меня закралось сомнение, что боты, но были такие галочки синий, проверенные, то есть вот два человека, поэтому я, честно говоря, открыл рот. То есть я Твиттером раньше когда-то занимался, было интересно, а сейчас все-таки Твиттер это то, что англоязычное сообщество получает информацию в первую очередь. То есть все читают Твиттер. Удивительно, общаются в Телеграме в основном, а читают Твиттер. Поэтому вы молодцы, что это развиваете. И второй момент, мне очень нравится русскоязычное сообщество. Вот, например, вернемся мы к Поларсу. То есть вот Денис и Шреддер увидели, что по феодам не было объяснений, и они не просто покритиковали, они взяли и сделали то, что нужно. Они объяснили людям, для чего это феоды. Вот показатель того, что русское сообщество, оно очень активное и не только токсичное. Вот молодец, Денис, я очень благодарен тебе этому. Ты увидел эту возможность и сделал, просто сказал, что вот так плохо сделали, а пошел и сделал. Со Шреддером организовали все. Вот это просто гениально, я считаю, что это инициатива ну очень здоровская, ребят. Вот это нужно поддерживать. Вот такие вещи, это просто прекрасно. А еще дальше, я смотрю еще с другой стороны, может быть, кто-то и выставил свои NFT, дешево, ну не разовравшись в проекте. Значит, у других появилась возможность войти в NFT по нормальной цене. Вот люди тоже воспользовались, то есть человек или увидел возможность, или ее не увидел. Поэтому кому-то повезло войти подешевле. Поэтому я считаю, что ничего сложного как бы не произошло, ничего такого критичного. Аркона плюс было выводы и сейвы чуть другую уже комбинацию выбрали. То есть они уже на грабли не наступили второй раз. Вот и все. Видите как. Главное, увидеть ситуацию и принять какие-то действия. Не просто плакать или там как бы рыдать. Не повезло, не повезло. Надо делать что-то. То есть Аркон это тот проект, который делает, пробует и так далее. То есть у них есть отличные наработки, которые идут дальше. То есть вот я не услышал из Аркона ни разу, чтобы они плакали. Хотя, наверное, им было временами очень тяжело. И, наверное, и сейчас бывает тяжело, потому что команда не очень большая, но они делают. И вот я сегодня услышал только позитивные новости. И вот, например, по боту, который делают ребята, тоже позитивно, например, сделали Аркону мафию. То есть вот я вошел, поиграл, получил опыт, а сегодня зашел, оказывается, за опыт можно еще и NFT получить. Вот поэтому я предлагаю... здесь Дима и я просто отдельно благодарность еще нашим друзьям из банды Сергея, могу сказать, потому что многие интересные, креативные вещи придумывают они и предлагают нам попробовать, да, то есть поиграть в комьюнити, все или иные игры, это просто супер. И отлично, что такая замечательная команда пришла к нам, помогает нам создавать различные... Смотрите, ребята, тот случай, когда, когда, то, что мы говорим, да, если у вас есть опыт и компетенция, вы можете не просто реально там сказать, у вас что-то не работает, поскольку, слушайте, у нас есть идея, давайте мы вам поможем сделать так и так. Вот получается. Классно. Да, я думаю, здесь очень важно внимание в очередной раз напомнить, что я не знаю, у кого сколько опыта, кто в каких проектах бывал. Я за свою жизнь побывал огромное количество проектов, и англоязычные, и русскоязычные, и честно могу сказать, что то, что дает Аркон, вроде бы вот это само понимание, вы не должны как бы давать, да, типа вот это понимание, что кто-то здесь дает, но вот это чувство, что у тебя, если есть потребность или какая-то мысль или желание что-то реализовать с использованием тех инструментов, что для нас создала команда, это можно сказать феноменально, я очень-очень рад, что здесь инициатива воспринимается вот так, как она должна, без наказания, без наездов, без угрызений, чего-то, а просто хочешь, пробуй, делай, и возможно, это даже, вероятнее всего, найдет отклик, и тебе помогут куда-нибудь там вырулить во что-то приемлемое, так что еще раз, ребятушки, если вы это слышите, обязательно мотайте себе на ус и проявляйте, здесь это можно делать. Да, даже нужно. Дмитрий, спасибо тебе большое, тоже внес в нашу сегодня вечернюю беседу позитива и хорошего настроения, я думаю, ты продолжишь нас слушать, наблюдать. Мы переходим дальше, ребятушки, поднимайте еще руку, кто хочет у нас высказаться, спросить, вот именно сейчас то самое время, чтобы это сделать, никто здесь не кусается, несмотря на то, что мы как бы представлены во всей своей красе, своими личиками, кусаться не будем, можете спрятаться за анонимный какой-нибудь аккаунт, и просто что-нибудь спросить. Есть кто, что хочет? Опять же напомню, вы могли поднимать руку, мы это проглядели, пожалуйста, перезайдите в трансляцию и еще раз ее поднимите, тогда сразу дадим вам отмашечку. Есть кто? Так, а в чате у нас что-нибудь пишут? В чате у нас своя идет движуха, обсуждение, тоже прекрасно. Вот, видите, вот точно гран-при когда, видите, в данном случае мистер икс, потом посмотришь запись данной трансляции и узнаешь, что уже ответ на данный вопрос был, и я о нем помнил, и уже в данном случае задал его. Ребяточки, так что давайте, мы ждем, именно специально для этого и делаются наши вопросы-ответные стримы, чтобы рассказать, что произошло за месяц и поотвечать на ваши вопросы, чтобы всем все было понятно, никакого напряжения. А если не будут вопросы, то что, скоро мы тогда заканчиваем, а вы же этого не хотите, пятница, вроде и пополтать хочется и что-нибудь интересненькое обсудить. Ну, смотрите, рано или поздно, вернее, как-то другом сказать, вы же понимаете, у нас не бывает недели, чтобы не было нескольких интересных событий, происшествий, разбор, развлечений, чего бы, да, поэтому у нас я так думаю, что ребят просто не скучают. А хорошо, а давай вот так вот, я думаю, может быть, у нас здесь есть, вот присутствуют, я вижу, разные охотники за серебром, которые регулярно участвуют, просто собирая серебру и участники нынешнего турнира. Ребятушки, такой вопрос, какие у вас впечатления после обновления в очередной раз балансировки по получению серебра? Я знаю, что это животрепещущая вообще, животрепещущая тема, давайте, поднимите, может быть, у вас не вопрос, но по крайней мере поделитесь впечатлениями, что там по балансу с серебром, понятное дело, фраза, что мы хотим больше, нам нужно еще больше, это уже заранее все, все будет понятно, но все равно, ребята прислушались к вам в прошлый раз, насколько мне известно, насколько я сам тоже походил и потыкал, количество сундуков увеличилось, лимитки, конечно, изменились, балансы, но как вам здесь сейчас? Вот такая движуха, дайте обратную связь. Никто, да, даже поделиться. Значит, все хорошо. Значит, все хорошо, да, такое тоже бывает, да, значит, к этому нужно спокойно относиться, в том плане, что, значит, мы правильно все делаем, все, что делает сообщество, все, что делает команда, и мы все вместе взяты вокруг данной нашей метавселенной Аркона, значит, все окей, значит, все хорошо. Так, проверяем напоследок тогда чат, если ни у кого не возникнет вопросов. Я думаю, тогда никто. У меня вопрос. Даже скорее больше к аудитории. Привет Антону, который у нас разрабатывает бота. Что важнее и нужно сделать первее? Доску объявлений или галерею видео? Больше даже, наверное, к аудитории вопросов, хотя ко всем. У нас сегодня отдыхает пятничный синдром. Ну, давайте дам один вопрос просто нашим друзьям оставим в чате и нам ответы дам. Нет, подожди, у нас вот есть, вот я читаю, руслик. Он задает вопрос, связанный по поводу серебра. Я люблю ходить на одном месте неинтересно. Честно говоря, я не очень понял, в чем вопрос. Я люблю ходить на одном месте неинтересно. Ходи, не на одном месте. В общем, вот такая тематика и понятно. Я думаю, тогда получается на сегодня у нас все. Сегодня у нас меньше движухи со стороны наших зрителей, участников метавселенной Аркона. Я думаю, тогда будем заканчивать, чтобы лишних слов мы тогда не договорили. Тогда у нас сегодня получилась такая сконцентрированная и, кстати, не настолько короче получилось. Буквально минут на 20 мы сегодня пораньше завершаемся. Но мне кажется, хорошо. Давайте подведем опять же итог сплоченных, что те, кто любит сочную выжимку и так далее. Билборды. У нас будет основная тоже сейчас реализация движуха, которую делают ребята, связанные с видео. На серверах это занимает не столь много места, что уже хорошо. Оптимизация важна. И вы в ближайшее время, когда это станет общедоступно, сможете загружать достаточно масштабные ролики и при этом это все будет грузиться. Использование рекламы для рекламы и для дальнейших рекламодателей. Ребята вовсю уже с технической части стараются и реализуют нашу с вами некое действие в виде логина через наш криптокошелек. И это, наверное, самое, что вообще ожидаемо, посмотреть на вот это вот то, о чем уже давно мы слышим, но в умах и на деле представить до конца каждый не может. Ждем, ждем, ждем. Надеюсь, на следующей сессии по задаванию вопросов мы обязательно это увидим, обсудим и насладимся. И очень прикольно со стороны наших движок, что происходит по маркетингу. У ребят есть взаимодействие с проектом Эйва. Быть может, я со своей стороны проявлю инициативу и опять же простым языком напишу, что для нас, да, что для нас этот проект, даже если вы не захотите в него заходить, но вообще понять, как он поможет нам как проекту Аркона, быть может, распишу что-нибудь такое. До следующей амы постараюсь это сделать. И классная у нас идет движуха в Твиттере, но опять же, я думаю, все мы здесь согласились, Твиттер это больше англоязычная площадка, и я думаю, будет всем одновременно и интереснее, и прикольнее, и самое главное для популяризации проекта, если все те самые мемы, которые есть, они будут, по крайней мере, в дополнении к русской версии, будут иметь английскую версию, чтобы о нашем проекте узнавалось все больше и больше людей. Я ничего не забыл? Да, молодец, правильно сказал. Отлично. Данное видео, я думаю, вы увидите в ближайшее время, на днях. скину, не пропустите, с вами был Илья, Диана, Денис, спасибо большое, что вы с нами провели в эту пятницу время, и увидимся, скидывайте данный видеоролик тому, кому посчитаете нужным, и ссылочку на официальную группу Аркона. Присоединяйтесь, собирайте серебро, и пользуйтесь дополненной реальностью Аркона. Все, всем хорошего вечера. Всем хорошего вечера. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok